Всем привет, меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад и сегодня у нас довольно необычный выпуск, в котором я расскажу про свой педалборд, то есть тот, как по-английски называется, гир, который я использую на части концертов и когда, собственно, записываю эти передачи для вас любимых. Ну, соответственно, что я расскажу про всё целиком, про каждую педальку в отдельности, здесь звуковых примеров не будет и, соответственно, если вас заинтересовала какая-то из педалей, мы с удовольствием снимем выпуск про неё и там уж я внутри него раскрою все возможности примочки, которую вы выберете. Так что оставляйте комментарии, по ним мы будем ориентироваться, естественно, какую педаль вам интереснее всего разобрать, так что не бойтесь, комментируйте и, соответственно, по результатам уже всех этих комментов здесь и в нашей группе ВКонтакте мы выберем одну, две, там, три педали, которую мы осветим в дальнейшем. Ну, не будем долго говорить и приступим. Что ж, начнём с первой педали в цепи, это Маскет и закончим последней, это, собственно, Дилей Хорос H2O. Как я и сказал, первая, это Маскет, это FUS от компании Blackout Effects. Бутиковая педалька, не дешёвая. То, что мне нравится, есть, собственно, сам уровень перегруза, есть уровень FUS. И две штуки, которые мне очень нравятся в современных FUS. Это первая, это крутилка средних частот, здесь она называется Mids. Это очень удобная вещь, чтобы вы не терялись, в общем, звучанием группы, потому что за FUS есть такая штука, вы немножко теряетесь на фоне бас-гитары. Соответственно, когда вы подкручиваете середину в большую сторону, то вы становитесь поярче и попробивнее. И фишечка, собственно, именно для Маскета, ручка Focus, он, в общем, отвечает за некую более винтажность и более модерновость. То есть, более винтажность, такой более рыхлый и низкий звук, и модерновость более такой верхастый, что ли. Либо это наоборот, в общем, эта ручка Focus, она довольно прикольная и дает разные оттенки звучания уже внутри всех этих настроек. Дальше, что называется, поддержим отечественного производителя, бустер от компании Юрасов. Просто мне понравилось, что он недорог, и, в общем, он полностью меня удовлетворил. Здесь есть регулирование верхов и низов, опять же, что очень удобно, я люблю всякие внутренние эквалайзинги в педальках. И, собственно, сам эффект буста, то есть уровень подгруженности звука, который вам нужен. И плюс вот эта вот переключалка 20 дБ, 40 дБ, то есть если вы включаете 40 дБ, то у вас значительно перегруженнее идет звук. Как пишут в самом Юрасове, это такая имитация хамбакеров. Ну, в общем, такой, да, звук немножко поплотнее становится. Дальше, тоже классика, Exotic BB, они это анонсируют, в общем, как действительно преамп, собственно, здесь и написано преамп. Ну, по сути, это просто такой нежесткий мягкий овердрайв. На блюзовых концертах я играю всегда с BB, ну и на роковых тоже иногда. Ну, блюз это в основном то, что я люблю с ним делать. И, в общем, многие вещи для канала и для сайта я записал именно с этой педалькой. Здесь, опять же, есть встроенный эквалайзер вверхи и низы, собственно, ручка громкости и ручка гейна. То есть если убирать эту ручку гейну, то будет совсем чистый звук, просто, опять же, он выполняет функцию как практически бустера. Ну и на максимуме такой довольно сильный кранч, ну классический, в общем, перегруз по уровню искажений частот, опять же. Он хорошо работает с ламповыми комбиками, мне очень нравится. И, в общем, он довольно долго со мной и вообще, что называется, ни о чём не жалею. В качестве бустера я использовал это даже на акустическую гитару, просто я убирал гейн и уже просто доруливал частоты именно на самой педали. Так что ещё одно применение этой педальки. Соответственно, дальше у нас идёт дистошн, дистошн от MXR BDS 78, 78, соответственно, кастом BDS. Опять же, недавно бюджетная педалька, дистошна. Мне нравится этот дистор за счёт того, что он звучит довольно винтажно. То есть, если вам нужно играть в Drop A, во мне очень подходит эта педалька, а мне она очень подходит. Здесь даже на самом большом уровне дистошна нет какого-то ада и джжжжжжж вот этого совсем звука. Просто классический дистошн для не экстремальных целей. Ну, экстремальную музыку я никогда и не играю. Опять же, ну здесь по классике уровень сигнала, тон. И здесь ещё есть кнопочка кранч, которая, ну, можете играть ещё дополнительно с кранчем, можете играть без кранча. Я его редко довольно включаю. Ну, возможно, любители найдутся и для этого. Ещё хочу сказать, что я часто включаю последовательно бустер и овердрайв, бустер и дистошн одновременно. Или одновременно. Мне нравится такой более плотный звук. Собственно, вот и всё. То есть, ну, для моих ушей звук становится сильно плотнее и в ряде случаев это довольно полезно. Дальше, одна из моих любимых педалей в этом сете, это IMPRESS Tremolo канадской фирмы IMPRESS. И её классическое Tremolo, которое используют очень многие музыканты. Я подсмотрел это у Santiago из Pixis. И, собственно, это было одной из причин купить именно это Tremolo. Здесь довольно широкие настройки. Соответственно, как обычно, Death и Rate. Ну, классика, то есть скорость вашего Tremolo и глубина. Эта штучка, она регулирует ритм вашего Tremolo. То есть, от просто классического та-та-та-та-та-та-та-та, ну да, восьмыми там или триолями. Она даёт свои какие-то ритмические рисунки, соответственно, с акцентами. Типа та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Такие всякие штучки. Опять же, что приятно на этой педальке есть регулятор Gain. Потому что иногда бывает, что Tremolo, когда её включаешь, сигнал становится тише. Ну, вот на классическом BOSS Tremolo так, ну, нельзя сказать, что это сильно-сильно недостаток. Ну, когда это можно изменить, очень приятно. Далее. Сзади есть ещё два тумблера. Соответственно, первый это Tap Tempo, второй это Normal и Two Speed. Tap Tempo это когда вы... Собственно, вот она кнопка Tap, когда вы натапываете темп вашего Tremolo именно ногой. Это удобно так же, как вы натапываете дилей, собственно, чтобы он звучал в ритме музыки. Это очень прикольная фишка. И она радует. И, ну, Normal, понятный режим обычного Tremolo. И Two Speed это когда вы забиваете одну скорость Tremolo и вторую скорость Tremolo. То есть обычно более медленную, более быструю. Когда вы включаете, соответственно, Two Speed. И когда вы включаете кнопку Tap на этом режиме, то вы переключаетесь между короткими и длинными, собственно, этими тремолами. Это очень, опять же, клёво звучит. Так, психоделичненько. И три переключателя. Это, соответственно, Triangle, Tube и... А, ну да. И третье, собственно, три переключения. Это Trangle, Tube и Square. Соответственно, треугольник, эмуляция лампового Tremolo и квадрат. То есть треугольник это довольно классическое Tremolo, которое вы слышите всегда. Tube это эмуляция, опять же, ламповых Tremolo. То есть он чуть-чуть поглубже этот сигнал. И Square это квадрат. Он клёвый, опять же, когда вам нужно включить вот этот режим Tap, и уже фактически такие электронные звуки, очень такое конкретное это дрожание. Так что да, импресс Tremolo, это очень крутая педаль. У них ещё вышла вторая импресс. И там ещё есть кнопка экспрессии. То есть педалью экспрессии вы можете управлять скоростью Tremolo. Это вообще круто. Предпоследнее, что у меня есть, это Bad Stone от Electro-Garmonics. Это файзер и шифтер в одном. У файзера бывает иногда нужен. Не то чтобы это частый эффект. Но он бывает, как я сказал, необходим. Он, безусловно, даёт свою какую-то краску. Электро-Garmonics был выбран по двум принципам. Во-первых, это недорого всегда. Во-вторых, это классика. И в-третьих, здесь есть как раз функция шифтера, когда вместо Auto вы переключаете на мануал. И, соответственно, это фактически становится педаль такого фильтра. То есть вы из всего вот этого потока звука на файзере, то есть то, что он вот это блуждает между каналами и меняет свой звук, вы вручную выбираете один этот звук, то есть застывший фактически во времени, и его уже используете. Как я сказал, это, в принципе, очень похоже на фильтр. Допустим, когда мы записывали Money for Nothing группы Dire Straits, я специально убрал у друга педальку ВАУ, потому что у меня её нет. Она там отжата. И позже, когда мы уже практически всё записали, я попробовал как раз вот с этим фильтром, и получился вообще тот же самый эффект, как в окушке, если вы её просто не трогаете. Так что это прикольная и иногда нужная вещь. Ну и последнее, собственно, классика. Классика не сама педаль, а классика того, что используется. Это Horus & Delay. Horus & Delay в одном флаконе. Эта педаль у меня была дарена, мне. И, собственно, с тех времён я как плюшкин ничего не меняю. Даун тоже часто встречающая педаль в бордах по причине универсальности, недороговизны. То есть вот вы настраиваете Horus, соответственно, включаете и выключаете Horus. Здесь абсолютно классические настройки. Скорость, время дилея и вейд. То есть вообще, ну, супер классический Horus. То есть ни дать, ни взять. Ничего здесь нету необычного. Ну и такой же классический дилей здесь на зоне эхо, но дилей и эхо одно и то же. Эхо тайм. Ну, собственно, время задержки сигнала. Репец, повторы. И уровень сигнала эффекта. Ну, то есть насколько эта обработка, она появляется в сигнале вашей гитары. И короткие и длинные, собственно, переключение между короткой тремоло. Короткий это короткий сигнал. Как, допустим, в классическом рок-н-ролле сигнал эхо, когда сразу он возвращается. Ну и длинные для штук типа Эйджи и всё такое. Что ещё могу сказать? Я очень люблю включать последовательно фузы и тремоло. Мне очень нравится этот звук. Звук, с одной стороны, перегруженный из гитары, с другой стороны, это не звук дисторшна. И звук тремоло, это звучит, мне очень нравится, как клёво. Я не особо экспериментировал. Можно переносить всегда фуз относительно всего педал-борда. И это будет всегда звучать по-разному. Иногда бывают очень прикольные штуки. То есть, допустим, сейчас он стоит перед фазером. Иногда хорошо, когда он стоит после него. Но это такие всякие студийные дела. Если надо, всё время этот борт, собственно, разбирается и там переставляется как нужно. Собственно, расскажу про саму доску. Но это, опять же, классика. Это педал-трейн. Лёгкий педал-борд. Хорошая сумочка. В целом, он очень удобный. Это педал-трейн Джуниор. И, собственно, питание. Не буду вам его показывать, потому что оно там снизу. Педал-борд. Это, опять же, отечественный производитель. Уху. Ярасов. Стоит сильно дешевле, чем всякие Вуду Лабы и всё такое. Вся другая классика. И при этом я очень доволен, как он работает. У него 8 основных каналов. И ещё 2 канала на 12 и на сколько-то Вольт. Я сейчас, честно говоря, не помню. Доставать его лень. То есть, для своей ценовой категории и для эффективности это вообще супер находка. Спасибо Юрасу за наше счастливое детство. Что это не на правах рекламы. Если Юрасов увидит это видео, пускай просто порадуется, что музыкантам нравится творение его умелых рук. Так что вот, ещё раз повторюсь, задавайте вопросы, какую педаль разбирать. Я могу от себя сказать, что H2O довольно простая штука. А, кстати, классика. Самое интересное, на мой взгляд, здесь из, ну, такого довольно необычного комплекта, с одной стороны, это MXR. Bad Stone, ну, собственно, потому что просто этот фазер. Здесь клёвое тремоло с рядом эффектом. Ну, и фуза их. Как говорят, болезнь гитаристов, когда купил один фуз, хочется ещё, ещё, ещё. Это был бы мой выбор. А вы уж выбирайте, как хотите. Ну, и пока. Ну, что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно, так же, как и мне. Как я и сказал уже в начале видео, оставляйте мои комментарии под ним. И, исходя из них, мы расскажем вам про тот прибор, который заинтересовал большее число людей. Увидимся в других выпусках. Всем пока!